Дрэкстер Прошло 60 лет, но фаникары, наряду со своими коллегами по нитрометановому цеху, дрэкстерами Top Fuel, остаются самыми мощными и самыми быстрыми гоночными болидами на этой планете. А самой авторитетной организацией, устраивающей их соревнования, является Американская Национальная Ассоциация Ход Родов, основанная еще в 1951 году. И вот совсем недавно, 17 ноября нынешнего года, впервые в истории Национальной Ассоциации официально был преодолен 340-мильный барьер скорости. Для того, чтобы разогнаться до 548,8 км в час, пилоту Остину Проку понадобилось 305 метров проклеенного бетона и всего 3,828 секунды. И, конечно же, ему понадобилась машина. Фаникар массой в 1180 кг вместе с пилотом и мощностью в 11000 лошадиных сил. О, мой бог! Так как же устроены эти невероятные машины? Болиды класса Фаникар. И благодаря чему достигаются показатели, в которые даже верится с трудом? Об этом наше очередное видео. Для начала стоит пояснить, что в нитроклассах зачетная дистанция ограничена 1000 футами вместо привычной четверти мили. То есть 304,8 метра вместо 402,4 метра. Этот пункт попал в свод правил после аварии Скотта-Коллиты с фатальным исходом в 2008 году. В принципе, после того инцидента требования безопасности были основательно пересмотрены. Ну а теперь к более вдохновляющему и интересному. Кривущему пламенному сердцу этих невероятных машин. В основе двигателя лежит базовая архитектура Крайслеровского Хэми второго поколения, который был разработан в далеком 1964 году. Правда, объем ограничен регламентом на отметке в 500 кубических дюймов вместо гражданских 426, то есть 8,2 литра против 7. Питаются цельноалюминиевые двигатели смесью нитрометана с метанолом в пропорции 9 к 1. И в этом кроется основной секрет. В старые добрые времена гонщики лили в баки на свой страх и риск стопроцентное адское топливо. Но после череды жутких аварий с печальными последствиями, максимально допустимое содержание по сути жидкой взрывчатки сократили до 90%. Так в чем прелесть нитрометана с точки зрения драйгрейсеров? Дело в том, что для того, чтобы сжечь 1 кг бензина, нужно 14,7 кг воздуха. Но лишь 1,7 кг воздуха необходимо для сжигания 1 кг нитрометана. Таким образом, при одинаковой массе воздуха можно сжечь почти в 9 раз больше нитрометана в сравнении с бензином. А значит, выжать больше мощности из двигателя. За один заезд, который включает в себя прогрев, бернаут и сам заезд на полностью открытом дросселе, уходит порядка 60 литров смеси нитрометана с метанолом. Топливо подается посредством 42 форсунок, 10 перед нагнетателем, 16 на впускном коллекторе и еще по паре на каждый цилиндр непосредственно. В режиме «педаль в пол» мотор расходует порядка 6 литров горючего в секунду. Примерно столько же сгорает в четырех турбинах «Боинга 747» на взлетном режиме за ту же самую секунду. При этом двигатель не имеет системы охлаждения как таковой. Это сделано для большей прочности конструкции в контексте чудовищных нагрузок. Фактически мотор охлаждается благодаря топливо-воздушной смеси и за непродолжительный цикл работы попросту не успевает нагреться до критических температур. Нитрометановые моторы Дрекстеров оснащены приводным нагнетателем системы РУЦ. Несмотря на то, что эта схема была запатентована еще в 1860 году и является на сегодня самой низкопроизводительной разновидностью наддува, нехитрый механизм успешно генерирует 4,5 атмосферы избыточного давления, сжирая при этом около 8 сотен кобыл от общей отдачи нижневального ВУЦ. Нагнетатель в целях безопасности крепится к блоку кевларовыми стропами, чтобы в случае обратной вспышки он не улетел в стратосферу. А ведь именно так и происходило в былые времена, когда что-то шло не по плану. Поскольку нитрометан воспламеняется хуже бензина, на каждый цилиндр двигателя приходится по две свечи зажигания. Помимо этого, необходимо сжечь совершенно невероятное количество топлива, с чем одна свеча может и не справиться. А вот при отказе обеих свечей во время работы неминуемо случается гидроудар с самыми безрадостными последствиями. Мотор превращается в огненный шар с летящими во все стороны кусками раскаленного металла. Коробка передач у фаникаров отсутствует в принципе. Чудовищный крутящий момент передается на задний мост посредством многодискового проскальзывающего сцепления. Порой после финиша диски напрочь сплавляются и весь узел отправляется в помойку. Для реализации этого крутящего момента используются слики с мягкой боковиной, которые буквально сминаются гармошкой на старте, что обеспечивает идеальный зацеп ввиду увеличенного пятна контакта. Несмотря на то, что гайки в правилах современного дрэгрейсинга закручены по максимуму, у команд есть определенный простор для творчества. Благодаря разной форме и высоте поршней механики могут варьировать степень сжатия в зависимости от погодных условий и географии мероприятия, а точнее высоты над уровнем моря и соответственно степени разреженности воздуха. В среднем показатель степени сжатия в цилиндрах варьируется в пределах от 6,5 до 6,8 к 1. После каждого заезда в распоряжении парней в боксах имеется в районе 40 минут, чтобы подготовить технику к следующему старту. За это время двигатель подвергается полной переборке. Все детали дефектуются и в случае отклонения от допусков меняются на новое. Так, например, коленвал живет в среднем от 8 до 10 заездов. Поршни до 5, выхлопные патрубки вплоть до 50. Примечательно, что продукты горения, рвущиеся из хедеров наружу во время заезда, генерируют порядка 900 килограмм прижимной силы, когда пилот давит на все железо. И ревет все это на уровне 150 дБ, что примерно идентично громкости выстрела из 44-го магнума в лицо. По сути, технологии, используемые в силовых установках машин класса Fanny Car и Top Fuel, примитивны в сравнении даже с обычными современными дорожными машинами, с их изменяемыми фазами газораспределения, многоступенчатым турбонаддувом и роботизированными коробками. Просто этот примитив возведен в абсолют ради одной цели – снять с 500 кубов объема максимум мощности в рамках регламента и как можно эффективнее реализовать весь этот потенциал в формате той самой тысячи футов. Основой гоночного болида является пространственная рама, сваренная из труб круглого сечения из стали, лигированной хромом и молибденом. Именно к ней крепятся все узлы и агрегаты машины. Конструкция клетки, внутри которой сидит пилот, строго регламентирована, ибо правила безопасности, написанные кровью, не терпят двойных трактовок. В остальном инженеры имеют определенный простор для творчества, ограниченный лишь 125 дюймами колесной базы. Каждая машина оборудована вилли-баром, то есть треугольной конструкцией из труб с небольшими колесиками на конце, чтобы на старте или во время гонки болид не лег на крышу, перевернувшись через заднюю ось. Это, казалось бы, настолько простое изобретение далеко не сразу стало общепринятым. Но, опять же, редкие системы безопасности были придуманы загодя. Обычно толчком к этому становятся аварии, и хорошо, если после них пилот способен покинуть кокпит на своих двоих. Современная кузова в классе Fanny Car, в отличие от своих дедушек из 70-х, выглядит словно однояйцевые близнецы, особенно если с них удалить ливрею. Да, аэродинамика не стоит на месте, отсюда и понятная унификация. То, что раньше делали на глазок, в соответствии с собственными представлениями о прекрасном, в наши дни является результатом сотен часов, проведенных в аэродинамической трубе, а стеклопластик давно уступил место высокотехнологичным композитам, таким как кевлар и карбон. Фактически, современные технологии в аэродинамике и материаловедении, применяемые ради того, чтобы намытать на слике тысячу футов быстрее оппонента, мало чем отличаются от тех, которые используются при создании боевых истребителей. В итоге, съемный кузов работает как единый аэродинамический элемент, и с учетом энергии, рвущейся в небо светло-желтым пламенем из выхлопа, создает на скоростях в полтысячи километров в час свыше пяти тонн прижимной силы, при том, что на этих же самых скоростях порядка трех тысяч лошадей мощности затрачиваются лишь на то, чтобы преодолевать сопротивление воздуха. Сегодня аэродинамические элементы, в частности задний спойлер, имеют множество регулировок, которые позволяют механикам добиться идеального соотношения между прижимной силой и коэффициентом лобового сопротивления для конкретных погодных условий и конкретного покрытия стрипа. Да, в топовых классах современного дрэгрейсинга уже нет места ярким звездам прошлого, которые за неделю в гараже создавали конкурентоспособные болиды, устанавливавшие рекорды благодаря сработавшей внезапно инновации. Уже давно никто не действует путем проб и ошибок на свой страх и риск. Сегодня гонки по прямой в высших эшелонах с инженерной точки зрения это результат труда людей, которые куда больше рабочих часов проводят за компьютерами, нежели в гараже среди гаечных ключей и промасленной ветоши. Тем не менее, невозможно отрицать, что болиды Fanny Car это и по сей день крайне строптивые аппараты, управляя которыми пилот просто обязан действовать на рефлексах, прекрасно отдавая себе отчет в том, что если не вышло заранее спрогнозировать, как поведет себя машина в следующие пять сотых долей секунды, то встреча с отбойником неминуема. Не говоря уже о том, что без глубочайшего понимания техники и нечеловеческой реакции в условиях перегрузок, знакомых разве что к космонавтам, на призы в этой индустрии рассчитывать не стоит. Подытоживая выпуск, хотелось бы сказать, что дурацкая присказка от любителей кольцевых и ролейных гонок о том, что по прямой может ехать даже обезьяна, а нитрометан предназначен лишь для представителей сексуальных меньшинств, актуальна исключительно в обществе людей, которые знают о гонках по прямой только лишь благодаря фантазийному сериалу «Быстрый и яростный», в наших краях более известному как «Форсаж». «Форсаж»